Золото всегда в цене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волонтеры дают приют и помощь матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги, я Марина Хрусталева, готова рассказать о главных событиях среды. Свет дали всем. Жилой фонд полностью обеспечен электроэнергией. Об этом сегодня доложили в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий урагана. Неподключенными остались меньше 10 частных домов. Сейчас энергетики восстанавливают поврежденные линии, проложенные в садоводческие товарищества. Максимальное число людей и техники направлено на расчистку города от упавших деревьев. Особое внимание уделяется социальным объектам. Из 226 заваленных образовательных учреждений уже расчищено 146. Помощь оказывают предприятия города. Запущено трамвайное движение на ВМЗ. Специалисты Тагильского трамвая совместно с екатеринбургскими коллегами восстанавливают контактную сеть на Восточном шоссе. Управляющие компании и строительные организации вышли на разрушенные кровли. Задача в максимально короткий срок восстановить крыши домов. Мы сегодня в результате проведенных аварийных всех восстановительных работ по ходу были сняты с контроля с Национального центра управления кризисными ситуациями. Но я думаю еще день-два и режим самого чрезвычайной ситуации будет принят нашей комиссией и подписано постановление о снятии этого режима. Вышли на расчистку района. Работники Уралвагонзавода вместе с городскими службами принимают участие в ликвидации последствий урагана. Задача поставлена одна. В максимально короткий срок убрать поваленные деревья с улиц. Хватает ли людей и техники, знает Антон Исаев. Самый густонаселенный район города оправляется после бушевавшей стихии. Аварийные восстановительные работы в Дзержинском районе начались еще в субботу вечером. Сегодня живой фонд полностью обеспечен электроэнергией, хотя единичные инциденты еще остались нерешенными. Самый острый вопрос, конечно, был подача электроэнергии. Многоквартирные дома, частный сектор. На завтра электроснабжение восстановлено в полном объеме. Есть точечные адресные заявки, по которым сейчас Тагилэнергосети отрабатывают. Значит, это порывы на вода в дом. В общем-то, работа идет. Я думаю, что, наверное, сегодняшним днем, в принципе, все будет окончено. Есть пока проблема по расчистке завалов. Помочь решить эту проблему вызвались предприятия города. Накануне Сергей Носов призвал организации выйти на улицы и оказать максимальную помощь городским службам. Одним из первых содействий начал оказывать Уралвагонзавод. Только сегодня в расчистке улиц от упавших деревьев задействовано 20 человек и 10 единиц техники. Все идут по зову сердца. Я думаю, что основная масса будет работать завтра и послезавтра. Это 100%, я в этом уверен, потому что ни один житель города, ни в стороне остаться не дорого. Это наш город, мы здесь живем, мы должны ему помочь. Ему сегодня трудно, это правда. Поскольку объемы работ большие, число работников Уралвагонзавода, задействованных в расчистке улиц, будет увеличиваться. Станет больше и техники. Активно очень помогает нам Уралвагонзавод. То есть выделяет самосвалы для вывозки, помогает бензопилами, людьми для погрузки. То есть выполняем работы в поставленные сроки, я думаю, справимся. Конец виден, добавляет Игорь Васильев. По оценке руководства УБТ-сервис, благодаря помощи Уралвагонзаводам, удастся полностью очистить Дзержинский район от последствий урагана за 2-3 дня. Такие же временные рамки поставлены и в целом по городу. Главная цель на сегодня – расчистить Нижний Тагил от последствий урагана ко Дню России. И для ее достижения приложены все силы. Антон Исаев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Трудовые отряды мэра приступили к работе. В июне благоустройством города будут заняты 550 подростков. О деятельности участников движения, зародившегося в Нижнем Тагиле, в 2000 году – следующий репортаж. Карина Качанова перешла в восьмой класс. Посвятить один месяц каникул работе в отряде мэра решила впервые. Сегодня вместе с товарищами трудится на Лисии горе. Уверяет – полезное удается совмещать с приятным. Все-таки летом какое-то общение, скучно сидеть просто так дома. Вот сейчас мы ходим каждый день. Это очень весело – проводить время с друзьями и помогать своему городу. Всего нынешним летом будет официально трудоустроено 1035 подростков в возрасте 14-17 лет. Как обычно, основное направление деятельности – благоустройство. На первую июньскую смену стараются привлечь как можно больше школьников. В начале лета в рабочих руках особая потребность. Лисия гора выбрана в качестве участка для работы не случайно. Несмотря на то, что урн здесь установлено достаточное количество, мусора на склонах гуляющие оставляют немало. Пластиковые и стеклянные бутылки, бумажные и полиэтиленовые пакеты, осколки стекла – все это участники отряда клуба «Бригандина» детско-юношеского центра «Меридиан» собирают в принесенные с собой мешки. Работа школьников оплачивается в размере около 5000 рублей в месяц. Дети очень хорошие. И что бы ни сказали, они все исполняют добросовестно, качественно, с задором, с молодежным своим. И нам очень интересно с ними работать, и им, я так надеюсь, тоже. Рабочая смена начинается в 9 утра. Продолжительность 4 часа. Занять детей стараются и во второй половине дня. Мероприятия – это и спортивные состязания, это и творческие конкурсы. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей. Здесь тоже можно сказать о таких интересных мероприятиях, как квесты игры, исторические конкурсы, интеллектуальные игры. На данный момент отряды мэра на все три месяца сформированы. Но записаться в резерв желающие могут. Алексей Алексеев, Артем Небылицин, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Мост между Красным Камнем и Выи закрыт. Там начались ремонтные работы дорожного полотна. Реконструировать будут участок автодороги от Карла Липнихта до Красноармейской. Какие объездные маршруты предложили водителям общественного транспорта и автолюбителям? И сколько будет длиться ремонт, расскажет Анна Кизилова. Этот мост связывает два микрорайона – Выю и Красный Камень. Движение по нему ограничено. Общественный транспорт уже не ходит. Автомобилисты еще пытаются как-то прорваться. Но к вечеру проехать уже будет нельзя. Здесь начнется реконструкция дороги. Сейчас на мосту работает дорожная техника, идет фрезерование асфальта. Одновременно идет согласование графика дорожных работ. Для общественного транспорта выбраны объездные пути. Автомобилистам придется добираться по улицам Пархоминка, Жуковского, Ермака, Красноармейская. Участок дороги от улицы Карла Липнихта до Красноармейской отремонтируют полностью. Включая трамвайные пути. По плану вагоны будут курсировать от Островского через центр города до кольца Приречного микрорайона. А также через Выю до кольца ВМЗ. Уровень трамвайных путей и уровень дороги должен совпадать. И мы планируем это сделать аналогично мосту по Фрунзе. То есть они должны быть похожи по качеству выполнения работы. Планируется, что мы будем устанавливать гранитные бордюры. Будет переложено достаточно много сетей под дорогой. Поэтому еще раз повторяю, потребуется демонтаж трамвайных путей. Тротуары тоже обновят. Для меня это теперь большая трудность, что закрыли мост. Потому что мне с коляской очень трудно теперь добраться до Выи. Здесь можно было легко, буквально за 10 минут перейти на другую сторону. А сейчас это будет очень трудно и долго. Придется, наверное, ездить другими маршрутами, которые больше времени займут. Полностью закрывать пешеходную зону для горожан не будут, пояснили сегодня в администрации города. Предупредили и Уралстроймонтаж, и другие организации, которые будут задействовать реконструкции, что закрываться тротуарное движение с обоих сторон будет в обязательном порядке последовательно. То есть если мы перекрываем одну часть тротуара, чтобы обеспечить проход по мостовому участку, значит вторая будет у нас функционировать. Ремонтом магистрали на мосту займется компания Уралстроймонтаж. На первый этап замену дорожного покрытия, перекладку инженерных сетей, восстановление ливневой канализации планируется израсходовать чуть выше 350 миллионов рублей. Сумма всего контракта составила почти 785 миллионов. Предстоит отремонтировать улицы Космонавтов, Победы, Грибоедово и участок на Максима Горького. Движение по мосту предварительно закрыто на два месяца. Анна Кизилова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости ТГИЛ-ТВ. Места размещения окружных комиссий изменились. Об этом сегодня заявила председатель избирательной комиссии города Лидия Брызгалова на постоянной комиссии по местному самоуправлению общественной безопасности и информационной политике Городской думы. Ранее в схеме округов уже были определены места размещения окружных избирательных комиссий. Сейчас у половины места дислокации поменялись. В школах у нас будет три центра окружных избирательных комиссий. Несмотря на ремонт, они находят нам помещение и они там работают. По колледжам есть сложные вопросы, потому что это областная собственность. И они готовы, и они понимают, что они нас должны пустить, и мы там будем работать. Но есть вопросы согласования и оформления документов, которые вызывают определенные сложности у тех образовательных учреждений, которые находятся в областной собственности. Поэтому мы стараемся обойтись муниципальной собственностью. Еще одна причина перемещения и удаленности от избиркома. Места размещения окружных избирательных комиссий находятся непосредственно в округах, а следовательно далеко от самого избиркома. Сейчас их планируют сделать в шаговой доступности. Это позволит решить какие-то проблемы грамотнее, быстрее и оперативнее. Избирательных комиссий по-прежнему 14. Уже назначены их составы и выбраны председатели. Комиссии будут работать три месяца. Первые выборы за последние 14 лет. Законодательное собрание Свердловской области утвердило дату проведения выборов губернатора. Голосование состоится 10 сентября. Процесс принятия практически, не практически, а 100%, и нагласно проголосовали 40, по-моему, 43 депутатов присутствовало, 43 проголосовали. Дата не вызвала никакой полемики, потому что заранее, во-первых, это все обсуждалось и на фракциях, и предварительно на заседании Заксобрания, Совета Заксобрания. Согласно действующему законодательству, выдвижение кандидатов на пост главы региона начинается на следующий день после публикации решения Законодательного собрания. Компания по выдвижению продлится до 21 июля. Затем кандидаты получат право собирать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Необходимо как минимум 126 подписей депутатов и избранных муниципальных глав. Евгений Куйвышев призвал Думы городов активнее участвовать в разработке местных стратегий в рамках программы «Пятилетка развития». Сегодня он выступил на заседании Совета представительных органов муниципальных образований региона. Особое внимание депутатов Евгений Куйвышев акцентировал на аспектах, которые необходимо предпринять на муниципальном уровне. Мы сегодня с руководством муниципалитетов договорились о том, что мы до конца года примем стратегии развития каждого муниципального образования, которая будет коррелироваться с нашими отраслевыми стратегиями и с той стратегией, которую мы приняли в 2015 году развитие нашей Свердловской области до 2030 года. Другими словами, это будет краткосрочный пятилетний план развития всех территорий из Свердловской области. И сегодня все председатели представительных органов заинтересованы, чтобы эти стратегии были в муниципалитетах, как говорит Евгений Владимирович, в самое ближайшее время, чтобы было понимание не только у органов власти областных, но и у органов власти муниципальных, в каком направлении нужно развивать регионы. На местном уровне будут созданы муниципальные экспертные советы, в состав которых войдут представители всех сфер – местной власти, бизнеса, науки, руководители общественных организаций, просто активные граждане, заинтересованные в развитии города. Экс-министр транспорта Свердловской области идет под суд. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Александра Сидоренко. Он обвиняется в незаконном ведении предпринимательской деятельности. Находясь на ключевой должности, Сидоренко владел компаниями «Уралдортехнологии» и «Уралтранспетролиум». Напомним, обе эти компании некачественно отремонтировали дороги в 2013 и 2014 годах в Нижнем Тагиле, а после отказались выполнять с гарантийные обязательства. По одной из версий, документы, собранные в Нижнем Тагиле после этого отказа, послужили основой для начала прокурорского расследования. В конце прошлого года Сидоренко был уволен со своей должности и находится под подпиской о невыезде. На его денежные счета наложен арест. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Накануне около 23 часов дежурную часть межмуниципального управления МВД России Нижней Тагильская обратилась женщина, у которой злоумышленник в районе торгового центра по улице Фрунзе выхватил сумку, в которой находились деньги и сотовый телефон. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен сотовый телефон, предположительно, который выронил злоумышленник. По данному сотовому телефону была установлена личность данного гражданина, передана ориентировка всем комплексным службам полиции, несущим службы на улицах города Нижний Тагил. Впоследствии сотрудниками группы немедленного реагирования отдела полиции номер 16 у магазина «Союз» данный гражданин был задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 27-летний житель Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Водители-мигранты, не вышедшие на работу после изменений в законодательстве, не спешат возвращаться за руль. Очередей из иностранцев, желающих пройти переаттестацию и получить российские права, в экзаменационном отделе полиции нет. Но и те, кто решился повторно пройти экзамен, не справился с заданием. С развитием темы Сергей Трупанов. С 1 июня с правами иностранного образца в России работать больше нельзя. В Нижнем Тагиле под этот запрет попало 170 мигрантов. При этом возможность вернуться на работу для них осталась. Достаточно было пройти пересдачу и получить российские права. Но этим шансом воспользовалась малая часть водителей. И лишь единицы из них были допущены до экзаменов. С 1 числа для сдачи экзаменов обратилось порядка человек 30. Но до экзамена было допущено только 5. В связи с тем, что у большинства из них водительское удостоверение иностранное не соответствует требованиям международных договоров. А конкретно Венской конвенции 68-го года. Приложение номер 6. Но и эти 5 человек с экзаменами не справились. Главная проблема большинства из них добавляет в экзаменационном отделе ГИБДД банальное незнание русского языка. Вместе с этим тянутся и другие беды. От непонимания пассажиров до вождения по своему усмотрению, игнорирования правил, установленных для всех. Вот и возникает вопрос, кто нас возит. А среди пассажиров и дети, и старики. Оставшиеся водители маршрутных такси Нижнего Тагила в разговоре признаются, что работать стало гораздо спокойнее. Те, кто раньше по-хамски вел себя на дорогах и устраивал гонки за рублем, сегодня просто не могут получить права российского образца. И все же право на реабилитацию мигрантов по-прежнему осталось. По действующим законам они могут регулярно пытаться сдать водительские экзамены. Сергей Трупанов, Артем Небелицын, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. К другим темам выпуска. На счету Центра Дар Жизни появление на свет около 200 малышей. И еще сотни добрых дел. Организация при Скорбященском женском монастыре работает с января 2015 года. Все это время волонтеры помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их труд высоко оценили в администрации города. И было выделено дополнительное помещение, которое нуждается в капитальном ремонте. Благодаря открытию дома матери крышу над головой обретут те, кто с маленькими детьми остался на улице. Твори добро. Репортаж Натальи Филимоновой. Такой вопрос. Может, я на него не буду отвечать? Центр Дар Жизни кардинальным образом поменял судьбу Ирины Баженовой. Что сюда привело, рассказывать тяжело. Но главное, говорит Ирина, больше бы таких организаций в нашем городе. Такие организации просто необходимы. Их надо как можно больше. Того же мнения и Анна Колова. Несколько лет назад судьба забросила ее сюда. Здесь она нашла уверенность в себе и сохранила жизнь второму малышу. Я хотела сделать как бы аборт. Поговорила на Мира, где я состояла в поликлинике. Поговорила с ними, со психологами. И вот они сказали, что есть такой дар жизни, что может помочь предотвратить беременность. Вот я сюда обратилась. И мне начали сразу же помогать. И памперсами. И вообще сказали всем, что можете. Всем могут помочь. И вы оставили ребеночка? Да, 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 да. Центр дар жизни в Пескорбященском женском монастыре работает с января 2015 года. Уже в первый год деятельностью удостоился благодарственного письма главы города Сергея Носова. На счету организации появление на свет около 200 малышей и еще сотни добрых дел. Здесь у нас происходит основная работа. Мы здесь, мамочки нас посещают. Мы их здесь окормляем. Мы здесь оказываем им помощь психологическую, социальную и юридическую. Ну и, конечно, стараемся их настроить на хороший лад. Сейчас у центра появилось еще одно помещение. И оно нуждается в капитальном ремонте. Здесь надеются, что в нашем городе найдутся люди неравнодушные и помогут материально, чтобы отремонтировать будущий кризисный приют для тех, кто с малышами остался под открытым небом. Работа центра «Дар жизни» высоко оценивают в администрации города. В организации нам рассказали, что дополнительное помещение на Горошниково, 68, было выделено по поручению Сергея Носова. И скоро здесь заработает дом для мамы. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагилтв. Золото всегда в цене. Да, но формы всегда меняются. Приноси свои старые украшения и меняй на новые. Ждем вас в салоне «Оникс» в проспектах строителей 4. Единая городская служба заказа медицинских машин для перевозки лежачих больных по низким ценам. Телефон 92-02-03. 92-02-03. Новости Тагилтв. Кузнецов, которого называют восходящей звездой ринга. Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания спортсменов. Перед официальной процедурой взвешивания проходит регистрация участников поединков. Супервайзеру предоставляется заполненная анкета, боксерская лицензия, страховка от повреждений на ринге. Главному врачу – медицинские заключения, результаты обязательных анализов. Никита Кузнецов, для которого предстоящий бой станет восьмым в профессиональной карьере, доволен итогами проведенной подготовки. Мы отработали все то, над чем мы работали. Убрали те ошибки, которые были допущены в прошлом бою. Набрали выносливости, набрали скорости, силы и всех тех качеств, которые нам пригодятся в бою. В программе вечера – восемь боев. Соперник Никита Кузнецова – 34-летний Рафаэль Эрнандес из Венесуэлы. Тренер тагильчанина Валерий Ефремов говорит, что найти записи его встреч не удалось. А силе южноамериканца приходится судить по их статистике. Согласно ей, боец он крепкий. У него порядка 22-23 побед, я вот сейчас точно, и из них 16 нокаутами. Проиграл он, по-моему, шесть раз всего лишь. И только топовым боксером. Для Никиты это, на самом деле, серьезное испытание. И бой, который покажет, насколько Никита вообще готов двигаться дальше именно в этом направлении. Формула боя Кузнецов-Эрнандес – 10 раундов. Весовая категория промежуточная – 58 килограммов. Наш боксер настроен решительно. Готов показать зрелищный бокс и сделать все, чтобы одержать свою очередную победу. Пока их у него шесть при одной ничьей. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил-ТВ 24. Кроме того, новости Тагил-ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажа и дарим призы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok